Основной для водителя документ, который подтверждает его право на управление транспортным средством ТС, водительское удостоверение, ВУ. Езда без прав запрещена законом. Не зря их выдает государство далеко не всем желающим, и только после обучения и сдачи экзаменов. В П. 2,1. Правил дорожного движения ПДД однозначно сказано, что документ следует предъявлять по требованию сотрудника ГИБДД, что грозит за управление ТС без прав. Вождение ТС без наличия ВУ запрещено и наказывается согласно Кодексу об административных правонарушениях КАП. Ответственность определена в СТ, 12,3 и 12,7 минимум предупреждения, но чаще штраф. Иногда ТС могут эвакуировать на штрафную стоянку. Однако есть ситуации, когда ВУ для управления не требуется или наказание не применяется. Когда возможна езда без ВУ, водительского удостоверения под рукой может не быть по разными причинами, в том числе по уважительным. Водителю не грозит наказание в следующих ситуациях. Экстренный случай, когда ситуация безвыходная, а реальная угроза жизни и здоровью требует решений, выходящих за рамки действующего законодательства. Например, нужно срочно вести пострадавшего в больницу, однако нет прав или открытой категории. На соревнованиях использование спортивного автотранспорта на специально подготовленных участках, в том числе дорог общего пользования, не требует наличия ВУ. Во время обучения в процессе учебы ВУ еще не может быть на руках, даже если вождение осуществляется вне автодрома или в городе. При использовании ТС вне дорог общего пользования, например, на лесных или проселочных вне населенных пунктов, на которые не распространяется действие ПДД, Наказание за вождение без ВУ, в ответственный момент, когда на дороге остановит инспектор ГИБДД, у водителя может не оказаться прав по следующим причинам. Документ забыт дома. ВУ вообще нет, водитель был лишен права на Управление ТС. Это самые распространенные на наших дорогах ситуации, поэтому на них и остановимся более подробно. Если права остались дома. Для начала разберемся, можно ли ездить, если забыл дома права. Документ может быть где угодно в бардачке, под козырьком, дома, в кармане и т.д. Сориентироваться сразу, где он трудно, поэтому мы оказываемся в затруднительном положении. Инспектор может попросить предъявить документ, а у вас просто нет водительского удостоверения с собой. Согласно ЧА1СТ, 12,3 КАП, в этом случае предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Ответственность минимальная, но выписанный штраф сам по себе не позволяет продолжать дальнейшее движение. До выяснения обстоятельств не исключено задержание ТС, СТ, 27,3 КАП. Если есть возможность, рекомендуется сразу сделать в протоколе отметку о готовности устранить причину нарушения в течение получаса без транспортировки машины на спецстоянку. За ВУ можно поехать на такси или попросить родственников, друзей привезти документ. Если ВУ вообще нет, не имеющего прав водителя, согласно СТ, 12,7 КАП, наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей для владельца ТС, передача управления лицу без ВУ закончится взысканием в 30 тысячах рублей, в данном случае предусмотрен максимальный штраф. Кстати, если лишили прав в 2020 году, а вы сели за руль, ответственность будет такой же суровой. Лицо, предоставившее эффективный документ, накажут по СТ 327 Уголовного кодекса УК работами до двух лет, арестом до полугода или двухлетним тюремным сроком. За пользование заведомо поддельным ВУ в законодательстве определены штраф в размере 80 тысяч рублей, альтернатива в размере дохода за 6 месяцев, обязательная до 480 часов или исправительные работы до двух лет, арест до полугода, если водитель лишен прав. Ответ на вопрос, что будет, если остановят после лишения ВУ, интересует любителей покататься без необходимых разрешительных документов. В Че-2СТ 12,7 КАП предусмотрена следующая ответственность – штраф в размере 30 тысяч рублей, арест на 15 суток, обязательные исправительные работы – 100-200 часов. С другой стороны, ситуации, когда лишенный прав сел за руль транспортного средства, встречаются сплошь и рядом. Если в аварии по вине нарушителя пострадают люди, ему придется отвечать в суде в соответствии СУКА. Завождение скутера, мопеда без прав. Мотовелосипедистов с тех пор, как права для них стали обязательными, также наказывают за езду без соответствующих документов. Законодательство требует, чтобы водители открывали конкретные категории, отметки о которых были бы внесены в ВУ. Если категория не соответствует типу управляемого ТС, это расценивается как езда без прав. Если инспектор остановил водителя, обнаружил отсутствие у него прав, санкции будут все те же – предупреждение или штраф в 500 рублей, как и в случае с оставленным дома документом, штраф 5-5 тысяч. Рублей, если ВУ вообще нет, и так далее. Следует учесть, что на мопедах и скутерах ездят в основном подростки, так что отвечать финансово придется их родителям. ДТП без прав. Далее рассмотрим ситуацию, когда произошло ДТП, а его участник не имеет при себе водительского удостоверения. Если авария будет оформляться с участием сотрудников госавтоинспекции, факт отсутствия прав будет установлен сразу, если по европротоколу для заполнения потребуются данные из ВУ. Ситуация безвыходная, штраф неизбежен. Кроме того, водитель ожидает ответственность не только за это происшествие, предстоит длительное разбирательство со страховщиками, да и машину, скорее всего, задержат. На своей машине? Из вышеприведенной ситуации можно сделать вывод, что водитель может оказаться и без страховки. Отсутствие прав не отменяет действия закона об обязательном страховании. Страховщик выплатит компенсацию, если водитель без ВУ не виноват в происшествии, но затем выдвинет регресс встречное требование по возмещению затраченных средств. Если застрахованное лицо без прав будет признано виновным, выплат не будет, свою машину ему придется ремонтировать за собственный счет. Виновнику также придется вернуть страховую сумму, выплаченную пострадавшему. И хорошо, если дело обойдется без исков за причиненный вред здоровью и жизни. На чужом ТС. Ситуация в этом случае будет сложной не только для водителя, но и для владельца машины. Последнему придется уплатить крупный штраф, смотрите выше, а потом решать проблемы с пострадавшими, собственным автомобилем и страховой компанией СК. Если лицо, управлявшее чужой машиной, не имеет ВУ и признается виновным, компенсацию пострадавшему выплатит страховщик владельца ТС. Затем страховая компания вправе предъявить собственнику авто требование компенсировать выплаченную сумму. Виновнику ДТП придется уплатить штраф в соответствии с ЧЕ-2СТ 12,7-5-15 тысяч рублей и полностью восстановить разбитый им транспорт. Если же водителя признают невиновным, владелец авто получит страховую выплату, но от штрафа в 30 тысяч это его не освободит, ему также придется оплатить эвакуатор и спецстоянку. Если авария произойдет с участием машины, принадлежащей лишенному прав лица, разницы нет, ответственность предусмотрена аналогичная. Если права просрочены. Если дорожный инспектор остановил ТС и выяснилось, что срок действия водительских прав истек, их нужно сразу менять. Управление ТС в этом случае недопустимо. Наказание за такое нарушение предусмотрено названными выше статьями КААП. Речь идет о штрафе в размере 5-15 тысяч рублей. Предусмотрен ли штраф за утерю ВУ? Автомобилиста, который потерял права, наказать могут только за отсутствие документа. Максимум, что за это грозит, предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Но в дальнейшем необходимо пройти процедуру восстановления ВУ. Выводы. В заключение можно сделать несколько простых выводов. Без ВУ за руль автомобиля, на скутер или мопед садиться не стоит. Следить за своими документами, проверять их наличие и валидность водитель должен перед каждой поездкой. Даже минимальный штраф всегда неприятен, это потеря времени и средств. При утрате, утере или краже документ придется восстанавливать. Управление чужим ТС без водительских прав чревато особыми проблемами. Финансовые потери при попадании в аварию без ВУ всегда значительно выше. Делайте свои выводы из прочитанного и не рискуйте без крайней необходимости. Читайте также, если возможность досрочно вернуть водительские права. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!